Привет, меня зовут Андрей. Я работаю разработчика автоматизированных тестов в рекламной платформе Mail.ru. Раньше я был на многих собеседованиях в качестве кандидата, но в последнее время чаще бываю по другую сторону в качестве собеседующего. И сегодня я хочу поделиться с вами способом, который поможет сделать собеседование проще для вас и для кандидата. Для начала давайте обсудим, из каких частей чаще всего состоит собеседование. Простое интервью, когда кандидату задают вопросы из предметной области и смотрят, как он отвечает на них. Эти вопросы могут задаваться как из головы, так и по заранее составленному опроснику. Далее часто переходят к ретроспективному интервью. Когда просят кандидата рассказать о предыдущем месте работы, об опыте, какие задачи ему приходилось решать, с какими трудностями приходилось сталкиваться и с какими выходами он находил из этих ситуаций, с какими технологиями и с какими процессами работал. Нередко на собеседовании просят решить практическую задачу, либо дают ее на дом, если она очень большая. Что же мы хотим получить от собеседования? Мы хотим проверить технические знания кандидата и его опыт, насколько быстро он сможет решать именно наши задачи. Не секрет, что любой кандидат требует некоторого адаптационного периода, потому что каждый проект у нас уникальный, и любому человеку нужно будет доучиться, и это займет некоторое количество времени. Одна из наших задач – это постараться оценить, сколько времени потребуется как раз на эту адаптацию. Также мы хотим проверить то, как кандидат себя будет вести и чувствовать в команде. Проверка соц.скиллов – это достаточно большая тема, и она требует отдельного доклада, возможно, даже отдельного митапа. И сегодня я хочу остановиться только на той части, которая относится к проверке хард-скиллов. С какими проблемами мы сталкиваемся на интервью? Первое – мы не можем проверить все знания кандидата и умения специалиста за время интервью. На это требуется намного больше времени, чем пару часов, которые мы можем уделить на собеседование. Второе – это когда мы ищем специалистов уровня middle или выше, то мы ищем людей с достаточно широким набором навыков. Возвращаясь к первому, мы не всегда можем на собеседовании все обсудить. Третье – это каждая позиция уникальная, и предыдущий опыт кандидата нам может быть полезен, но не всегда. Ну и одна из самых главных проблем интервью – это цена ошибки. Если мы взяли кандидата на позицию, и он нам не подошел, то увольнение и поиск нового кандидата может для бизнеса стоить до полугодовой его зарплаты. Что же делать? Например, нам нужно проверить технические скиллы нашего кандидата. И мы хотим оценить его навыки в питоне, в докере, в дженкинсе. И было бы здорово иметь какую-нибудь универсальную задачу, которая даст ответ нам и соискателю, насколько мы подходим друг к другу. И вот у нас такая задача есть. Своим кандидатам на собеседование мы предлагаем написать функцию разворота массива без создания нового элемента. Чаще всего кандидаты сперва предлагают решение задачи через встроенные функции типа reverse или с использованием слайсов, либо через перебор массива, наоборот, с добавлением в новую переменную. После того, как кандидат предложил один из вариантов ответа, мы можем задать дополнительные вопросы к его вариантам. Например, спросить, какие еще встроенные функции знает кандидат, как по-другому мы можем использовать слайсы. После этого мы просим кандидатам представить, как будто у нас нет встроенных функций и предложить какое-то другое альтернативное решение. Мы ожидаем, что кандидат предложит вариант типа вот этого. После того, как мы получили ответы от кандидата, это открывает для нас поле для новых вопросов. Мы можем спросить отличия, чем отличается range от xrange. Мы можем попросить написать простой генератор четных чисел, либо, например, list comprehension, спросить, как работает деление в Python 2 и в Python 3. После того, как мы обсудили функцию, мы можем попросить ее протестировать. Вначале мы ожидаем то, что собеседуемые предложат позитивные кейсы. Это граничные значения, пустой список, список из одного элемента, список с четными, с нечетными элементами, длинный список, списки с разными элементами. И после этого он начнет перечислять негативные кейсы. Негативными кейсами будет перечисление всех остальных типов в Python. Тем самым мы можем оценить знания, какие типы знает, и то, как они себя ведут. Мы можем задать дополнительные функции. Как функция будет работать, например, со строкой? Сломается она или нет? Почему? В чем разница между мутабельными типами и немутабельными? Как функция будет работать со словарем? А есть ли какой-то частный пример словаря, когда функция у нас отработает корректно? Что будет вообще происходить с нашим кодом, когда мы будем передавать негативные кейсы? Какие ошибки будут выходить? Какие эксепшены? Что с ними делать? Как их отловить? Дополнительно мы часто просим кандидата написать декоратор, который считает время выполнения функции, что позволяет оценить нам знания синтаксических конструкций в языке. И это не полный список вопросов, которые вы можете задавать своим кандидатам. Все зависит от того, какой уровень погружения в язык нужен именно в вашем проекте. Можно, например, попросить кандидата обратить функцию в класс, спросить про наследование, про другие возможности языка. Можно попросить сделать из функции микросервис и засунуть его в докер. После того, как мы пообщались, нам нужно как-то отсоединить знания кандидата. Первый способ — это субъективный. Мы даем оценку на основе своих чувств. Норм, ненорм. Для меня существуют некоторые маркеры, которые позволяют для меня сформировать мнение о кандидате. Например, если кандидат не перебирает граничные значения при тестировании, для меня это является не очень хорошим знаком. Второй способ — это объективный. Мы можем составить дерево вопросов, которые мы сдаем кандидату, и поставить каждому вопросу вес. На основе этих ответов мы получим количественную оценку знаний собеседника. Про данный подход я подробно сейчас рассказывать не буду. Его очень подробно раскрыл Данил Подольский на TeamLead.conf. И ссылку на его выступление я оставлю в конце презентации. Какие выводы хочу сделать? Не существует какой-то универсальной системы оценки кандидатов. У каждого она своя. Я хотел поделиться с вами примером задачи, которая помогает нам выстраивать интересный продуктивный диалог с кандидатами. Этот подход позволяет нам уйти от чек-листа на собеседование, смысл которых не всегда понятен, расшевелить общение и выстроить его в форме диалога, интересного как кандидату, так и вам. Так как задача не статична, вы можете подстраивать свое собеседование, опираясь на этот пример, и включать специфичные задания и знания для вашего проекта. Ну и надо не забывать, когда мы собеседуем кандидата, в данный момент мы являемся лицом компании. И то, что скажет кандидат, выйдя с собеседования, об этом будут говорить, так будут говорить о вашей компании. На этом у меня все. Спасибо. Поздравляем с первым докладом. Это было круто. Спасибо за доклад. Андрей, меня зовут Анвар. Деливери Клаб. У меня такой вопрос. Вот смотри, собеседование, это как бы, ну, работает в две стороны. Там есть 10 минут стандартные, которые человек задает свои вопросы. Вот какой человек должен задать вопрос, чтобы ты понял, что это точно не тот человек, ну, вот кроме того вопроса, который сейчас я задаю. Спасибо. Еще раз. Вопрос в том, что какой вопрос должен задать человек, чтобы я понял, что нам точно не по пути. У нас есть некоторые особенности проекта, которые я сейчас не очень хочу раскрывать. И, ну, есть некоторый набор вопросов, когда… Некоторые люди очень любят процессы. Для них очень важно, чтобы ревью до разработки, ревью после разработки. Очень важно влиять там на какие-то процессы, которые происходят во время разработки. Вот у нас всего этого нет. И когда человек спрашивает, как я могу повлиять на некоторые вещи, мы отвечаем никак. И, ну, понимаю, что скорее всего не по пути. Так, Ром, да. Отсюда задим. Привет. Спасибо за доклад. Очень классный. Меня зовут Настя. Я из BookMate. И у меня такой вопрос. Я уверена, что Mail, как и многие другие компании, набирает очень большое количество тестировщиков, которые не находятся в городе, где, собственно, находится компания. И, на мой взгляд, вот именно такое вот собеседование довольно трудно проводить в ситуации, когда ваш возможный будущий сотрудник находится где-то далеко. Как вы в таком случае поступаете? Что вы делаете? И как проводить такой тип собеседования онлайн, если нет возможности привезти человека сюда? Спасибо. В этом нет ничего сложного. То есть мы собеседование проводим по Скайпу. Мы просим человека открыть, например, Google Docs. И, ну, чтобы с ним поговорить, обычно нужно несколько строчек кода. То есть вот в моем примере от собеседника мы требовали вот написание цикла на три строки. И в режиме онлайн нет ничего сложного в том, чтобы его написать. Хорошо. Просто технически не всегда это удобно, именно когда связано с кодом. Ну, спасибо за ответ. Нет, мы используем Google Docs, например, ну, обычно, и это удобно. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Антон, я из Ростелекома. У меня такой, может быть, странноватый вопрос, но мне интересно. Расскажите, пожалуйста, про какой-нибудь факап, как вы взяли максимально неподходящего на позицию человека и что вы сделали, чтобы этого избежать в будущем. Спасибо. Я боюсь, что я сейчас не готов ответить на ваш вопрос. Извини. Мне кажется, можно это будет лично рассказать, эту историю. Если будет интересно, то можем пообщаться. Скажем так, опыт такой был. Окей, привет. Спасибо большое за доклад. У меня такой короткий вопрос. Как вы проверяете софт-скиллы? Как я ранее сказал, это достаточно обширная тема и я сейчас, наверное, тоже не готов дискутировать о том, как мы это делаем. Но у нас есть ряд вопросов, которые мы задаем кандидату, смотрим на их ответ и оцениваем, насколько это коррелирует с теми целями, которые мы для себя ставим. Спасибо. Спасибо за доклад. Я, наверное, тоже задам вопрос из серии не по пути, но вы все еще используете второй Python? К сожалению, у нас есть большой кусок legacy кода, в котором мы используем до сих пор Python 2, который мы пока даже не планируем переводить на 3. Все, спасибо за вопросы. Остальное мы можем опять-таки обсудить после. и тема софт скиллами, она действительно такая пограничная, очень большая и о ней можно очень долго разговаривать, но это всегда интересно. Спасибо за доклад.